Иерархия в Церкви Какова ее роль, каково значение, каковы границы иерархии Сегодня мы заканчиваем некий такой цикл наших бесед об иерархии церковной Разговором о соборности и иерархичности в Церкви Беседуем, как и в прошлые разы, с ректором Самарской духовной семинарии Протереем Максимом Кокаревым Здравствуйте, батюшка Добрый день, отец Сергей, добрый день, дорогие телезрители Отец Максим, ну вот в прошлый раз мы закончили действительно на, мне кажется, главном посыле Может быть, ради чего, собственно, эти передачи мы и провели И этот разговор затеяли Что нужно формировать определенный спрос у людей Возвращать людей в лоно литургической жизни Церкви И возвращать, ну, некие статусы Потому что сейчас действительно мы наблюдаем печальную картину Когда мы вот в течение всех этих передач Все время как-то делаем пальцами вот так и говорим условно миряне Ну да Вот, потому что действительно миряне никогда мирянами не назывались Современные миряне, да Это люди как раз были избраны в момент таинства крещения от мира И мирянами назвать их это все равно, чтобы признать, что, ну, как будто Либо крещение было отменено недействительно То ли им какая-то усеченная благодать была передана Так, серединка наполовинку На самом деле, действительно, условно миряне И о миряне... Слово мир, оно вообще, вот, имеет, особенно мир, который, вот, в славянском языке есть и десятиричный, да То есть, как английский Это совершенно точно Есть мир другой Мир духовный, да Мир, по-своему, в войне А мир, вот, это, это всегда с отрицательной коннотацией Мирской, это значит, не духовный Это значит, не, так сказать, там Ну, живущий императивами мира Да, мир исключительно Мир всего, да Поэтому это вот полуругательное слово, считай Вот, поэтому сегодня хочется поговорить и, ну, не знаю, какие-то важные акценты сделать именно на этой теме Ну, и начать просто вот разговор хочется именно с такого, ну, понятно, провокационного вопроса Противоречит ли вообще иерархичность соборности? Давайте разъясним, во-первых, что такое соборность Потому что сейчас что только не понимается под этой соборностью Вот, это и собор, который, это и епископов, который сидит где-то в Москве, восседает, когда проводится Или что такое соборность, да Как верно и правильно себе стоит понимать именно в контексте богочеловеческого организма церкви И каково место иерархии в этой соборности? И каково место людей вне иерархии в этой соборности? Ну, здесь надо сказать, что для нас соборность это не просто, скажем так, слово Особенно для русской церкви, наверное, может быть, даже больше, чем для остальных Я объясню, почему Потому что когда мы говорим, что веруем в святую соборную и апостольскую церковь В единую святую соборную и апостольскую церковь Вот так это выглядит символ веры, да, часть нашего символа веры на русском языке У нас повышенное внимание к этому слову Потому что на греческом здесь стоит слово, которое Ну, мы не совсем, тут у нас, мы не совсем то вкладываем Там стоит кафолическое, кафолон, скажем, вселенскую То есть, и слово кафолическое, скорее, это церковь, которая во всем мире До всех пределов Это такая характеристика универсальности церкви И для греков, скорее, вот это понимание Вот А для нас соборность, это не то И это тоже, конечно, церковь, которая вот везде, да, она собрана со всех Кровей земли, и это тоже Но, вот, собственно, наверное, только в России появилось такое более, скажем так Какое-то еще одно такое измерение Не то, что его нет совсем на Востоке Просто так, как у нас Так много, как о нем говорили Так разнообразно, как о нем говорили Тоже Хомяков там, да, то есть, 19-е веки В свое время Алексей Степанович То есть, это, конечно, для нас это особая история Но, опять-таки, мы не будем сейчас там на русском Особенность русского восприятия Просто, если мы говорим об этих двух характеристиках церкви Иерархичность и соборность То, вот, отвечая на достаточно такой провокационный вопрос Противоречие три Ну, если все устроено правильно в церкви И в неком первоначальном таком контексте То, по идее, не должна То есть, удивительным образом, эти два начала, они должны сочетаться То есть, церковь никогда не была без иерархии Это мы выясняли, так сказать, две Значит, две передачи, да, что вот эти пасты, у которых особо ответственность за пасту Павел, к которому обращается, была всегда А пасты, он пишет, как пишут посланники евреям Там, да, почитайте наставников ваших Там, как раз, Игуменов состоит, да То есть, с другой стороны Никогда эта иерархичность не была вот доведена до какого-то такого предела Когда, допустим, особенно Запад шел этим путем Ну, на самом деле, церковь шла до разделения этим путем То, о чем вы говорили в прошлый раз Это и литургически, и административно, и, особенностью, правовыми образцами, так сказать, вещами Да, очень четко фиксирует этот статус То есть, какие-то искажения, конечно, имели место быть Сказать, что совсем упразднилась одна из этих, да, то есть, у нас там, соборность совсем отменилась Нет Другое дело, что, вот, какие-то вещи оказались сильно забытыми И вот, если говорить о том, что это вообще То есть, понятно, что Моё мнение такое, что оно не может Не должно противоречить То есть, вот это вот наличие предстоятеля, да, оно не должно противоречить тому Что община вся остальная, да, она Так сказать И есть вот этот организм, да То есть и организм тут без головы, так сказать, да И голова без организма тоже То есть, общинность, соборность, она Может быть, коренится где-то в словах Это же образ Павла, который церковь сравнивает с телом Христова. С одной стороны, понятно, что голова важнее. Но никто же не говорит, что остальные клеточки не важны, или можно пренебречь им, выкинуть какой-то орган. Здесь тоже надо сразу немножко осечься и указать, что главой церкви является не человек предстоятель, не патриарх, не епископ, главой церкви является Христос. Главой всей вселенской церкви является Христос. И это важная вещь нашей. Мы поэтому верим, что именно сюда мы смотрим, когда говорим, что мы верим в святую церковь. Потому что если мы ее оставим только из людей, мы с вами понимаем, что святость это особый в церкви. Даже в клириках, глядя в зеркало, мы с вами не всегда обнаружим. Поэтому да, она свята святостью Христовой, но у нее же есть все-таки земное устройство, и земное устройство ее тоже. Оно балансирует где-то на грани иерархичности и соборности. Наличие предстоятеля, который пастырь, который, понятно, что архетипом является архипастырь Христос, но земные пастыри тоже, их ответственность особая. И это особое харизматическое служение. И вот это соотношение, оно на всех уровнях, по идее. То есть самый простой уровень, чтобы мы поняли, как церковь начала формироваться с минимального иерархистического собрания. То есть вот как бы и здесь роль иерарха, роль вот этого епископа-тераписвитера первоначального, вообще предстоятеля, и уравновешивающая его роль, так сказать, община, они вот как раз, это и есть как бы условно иерархичности соборности. Потому что это и литургически где-то очень четко было видно, особенно когда не было вот этого сильного разрыва, и когда люди были сильнее вовлечены, понятно, что без них никак нельзя. То есть вот если епископ что-то говорит, то община ему отвечает. То есть нет этого диалога, предстоятеля и общины. Даже в литургическом смысле этого нет. Люди стали вообще устраняться, причем это не только специально, но сами перестали участвовать, служба отчасти усложнилась, перестали понимать, как это все функционирует. Или специальный хор обученный, когда вместо того, чтобы все народ отвечал на приветствие епископа, там, мир вам, да, ну это прямо им сказано, да, и духове твоему. Но сейчас это знает только хор, и поет только хор. Да, и даже в литургическом смысле уже такого... Народ думает, что хор в этот момент поет «И дух из тебя вон». Да, это одна из, да, это целая копилка этих вот того, что думает, так сказать, да. Как слышится. Как слышится, да. И вот, ну это же было содействие со стороны лайков остальных, не будь их мирянами ругать, своему предстоятелю, не только в литургическом смысле. То есть там и другие вещи решались, то есть скорее собор, но. То есть не просто властью предстоятеля, потому что я такой, у меня власть такая, да, то есть, и Павел, обращаясь к общинам, которые основал, в принципе, обращается к общинам все-таки. Да, не вот прям к одному, я там приказал вашему епископу, который поставил, что он там навел порядок. Нет, вообще-то к общинам, если, говорят, истор не те из себя, то есть вот они собирались, все решалось в собрании. В собрании не только и в хористе совершалось, конечно, изначально в церкви в собрании решались административные вопросы, и даже такие, казалось, совсем земные, как финансовые. Причем, опять-таки, у нас в Писании главный источник, когда Павел просил собрать денег на помощь голодающим христианам Палестина, да, то есть это община собиралась, и там, сказать, каждый первый день недели, он говорит, они откладывали какую-то часть там, да, и потом все это. То есть это все вообще решалось, община. То есть епископ ни в коем случае, собственноручно, один там не руководил финансами общины, значит, были какие-то, была казна. То есть это, как раз, соуправление, значит, остальных, пресвитеров его тоже, да, не только епископа, его пресвитериум, потом другие, так сказать, представители народа Божьего, да, условные мирения. И в делах, и в экономическом, и, значит, причем, понятно, не узурпируя, не отнимая у него власть, но это вот со-дель. И вот всегда в церкви был, наверное, таким непростым вопросом предел этого содействия. То есть и крен очень, вот, есть две возможности, да. Понятно, что мы всегда уклонялись, скорее, в такой иерархический крен. Вот, либо, сказать, может быть, да, там где-то были случаи, когда, ну, наверное, даже в другой, это нечасто, но иногда история, допустим, 17 века западных братств православных даже, там, Виленского, Киевского, там иногда, да, там они, так сказать, очень такие, знаете, миряне вот эти, да, условно, так сказать, знатные, там, православные помещики, это Речи Посполитой и прочее, чувствуя свой вес, но там, так сказать, и по-другому себя вели по отношению к тем же епископам, да. Там епископы сами в этом части виноваты, они там все, так сказать, с унией бегали там, да, и насаждали, и получили отторжение от паствы своей, да, и... Про унию надо сказать. Да, это, ну, уния, это, да, это... Соглашение, желание... Это, в общем, шаг, который большая часть западных епископов в конце 16 века все-таки сделала, вступив в союз, уния это союз, да, сон с Римом, и ставь поминать римского пола, фактически передав католичество, только с восточным обрядом. И поэтому они себя дискредитировали, пастори очень многие, поэтому там роль мирян была такая, что иногда это тоже, по-моему, перекос какой-то был, когда, ну, вообще ни во что не вменялась роль вот предстоятеля, условно говоря. Ну, предстоятель так себе, это легко объяснить, почему. Это, может быть, не очень правильно, это объяснимо. То есть вот всегда есть какая-то возможность крена, но вот эта какая-то наиболее правильная органичная линия, это все-таки линия со-работничества, да, и даже если это реализация власти, там вот те, кого апостолы поставят, все-таки это власть любви, это иерархия любви в идеале. Опять, мы говорим об идеальном сейчас, да. Были ли когда-либо в истории церкви моменты, когда все это сочеталось абсолютно идеально? Я думаю, нет, даже во времена апостолов были и конфликты, апостолам приходилось их разрешать, потому что церковь в этом смысле, в земном измерении, стоит из людей. Если бы все люди оставляли все свои грехи за порогом церкви, входя в нее, было бы вообще общество святых в прямом смысле, в таком самом, вот, а не в том, в котором христиане все-таки называли себя святыми, да, несмотря на нравственное состояние. Просто святые, это не такие, как... Весь остальной как раз мир вышел через мир, отличный. Вот. Но вот эта тонкая грань, как это сказать, совмещения иерархичности и соборности, она чаще всего все-таки в истории, она укаталась вот в крен такой вот в сторону, как бы устранения остальных, кроме иерархии, от участия в делах церкви. Это было и литургически, мы уже разговаривали, мы не будем возвращаться, там стена вот этого растала. Так это же было не только литургически, это было во всем остальном. Давайте, чтобы было более, может быть, понятно, в чем это реализуется сейчас. Может быть, сейчас те, кто нас слушает, себя узнают, например. Вот. Ну, сейчас, скажем так, у нас был такой интересный момент оживления в жизни церкви, будем говорить только о нашей русской, это вот начало 20-х века, собор. Вот собор предложил очень активное участие, так сказать, народа церковного в жизни, возрождая. И, кстати, собор был той площадкой, на которой все эти вещи были вслух проговорены, потому что, ну, во время, особенно до 5-го года, во время достаточно жестко подцензурное, сказать что-то такое об участии народа церковного в управлении церковью даже, там, сколько у нас пытались приходы добиться активности какой-то, хотя запрос был, сколько у нас приходы, все пореформенное время в России после вот там, конец 19-го века пытались хотя бы право юрлица добиться, чтобы было у прихода, да, отдельно, чтобы, нет, у нас приходы были в том числе и люди прихода, там, крестьяне, они были даже вот от такого простого земного измерения, как финансы, прихода сильно отсечены просто напрочь. там был староста, чиновник, по сути, и все, то есть это было, вот, и это на всех уровнях, в более таком, если не брать деньги, такой меркантильный вариант, в таком, в каноническом, больше смысле, паства, был запрос на участие, ну, даже в выборе своей иерархии, то есть иерархия, вот, тоже вопрос, вопрос репродукции иерархии, то есть она же не берется, да, вот вообще, на всей протяжении истории церкви, она же не берется, не самозарождением же она возникает, не как это, так сказать, да, какая-то плесень, вот, дело в том, что это, важно понимать, что потому-то с уважением, кстати, и могли относиться, там, в третьем веке, во втором, в первоначальном христианстве, к своей иерархии, их паства, потому что вообще-то они ее выбрали, то есть если умирал епископ, мы просто знаем точно, как происходило все эти замещения в третьем, в четвертом веке, если умирал епископ, здесь соблюдались оба принципа, собирались паства овдовевшая, то есть это пресвитеры, это народ, конечно, иерархический принцип тоже был, то есть были представители высшестоящей церковной власти, митрополии, да, если были митрополитические округа, но и они не решали, все равно, конечно, основной голос был, так сказать, да, паства прилагала, вот у нас есть такие-то кандидаты, раз, вот пресвитера там, да, у нас считаем достойным его стать епископом, один из ближайших помощников в прошлом, ну, допустим, человек должен быть действительно опытный, да, еще, и вот есть у нас несколько человек, и право в этом имели там, ну, вот, митрополит округа, сказал, нет, я вот знаю, что этот человек не подходит, ну, вот, то есть, и вот на этой грани, все-таки, выработки какого-то общего голоса, это не та история, когда сейчас, ну, в наших реалиях, епископы или пресвитера присылают, неизвестно откуда, неизвестно куда, и это, в чем это реализуется, вот, как раз, дошли до этого ответа, то есть, когда вот паства, значит, ждет, у него ушел, или умер, или перевели, и что вообще, так сказать, своеобразно, перевод туда-сюда, и, понятно, что это не практиковалось, и все, и присылают человека, которого мы никогда не знали, который не из нашей, да, среды, и нам привезли к нему привыкать, и просто, ну, то есть, да, жить с чужим человеком, вот, и, что может замечательным человеком оказаться, все может получиться хорошо, а может, нехорошо, это такая рулетка такая, вот, и, хотя, вплоть до 17 века, не какие-то древние церковные истории, вплоть до 17 века, да, то есть, хотя бы отчасти, в усеченном виде, голос паствует, даже в избрании себе иерархии, священника на приходе, он даже в нашей церкви был слышен, по крайней мере, в западной части, вот, в Украине, в юго-западной Руси, там вот эта роль как раз, и братство было сильное, там как раз, ну, по крайней мере, сказать свое нет, если, допустим, им не нравился кандидат, который епископ присылает священника, то есть, они могли, или хотя бы ходатайствовать о том, что вот у нас есть, понятно, что их могли послушать, не послушать, но как бы в Великой России, уже и в 18 веке, да, еще и в 17 веке, этого в принципе не было, уже мы перешли к принципу назначения, а принцип выборности иерархии, вот это один из ключевых принципов соборности, потому что, ну, вообще-то вот никто так никогда в древности не делал, единственное, куда могли поставить епископ, вообще никого не спрашивая, в малозаселенные регионы, где христиан еще пока мало, некому выбирать, нет общины такой, миссионерской, скажем так, истории, когда он сначала должен просветить, конечно, туда, там некто, ждать от того, что его там кто-то выберет, или там появится свой кандидат, очень сложно, поэтому миссионерская, это всегда оговаривалось, даже собор 17-го года, он принял законодательный акт о выборности епископата, и что самое интересное, некоторое количество лет, недолго совсем, вот 18-й, да, вот это пока собор шел, это действовало, оказалось, что это работает, и были случаи, когда выбирают, ну что, самый простой пример, патриарха Тихона на московскую кафедру выбрали, свободными выборами, патриарха Митрополита Вениамина в Петрограде выбрали, то есть практически единогласным, что такой был авторитет, а Владыку Ювеналев в Туле выбрали, по-моему, единогласным, там, то есть если человек действительно достойный, были... Ну это скорее исключение все-таки. Ну потому что очень быстро все и свернулось, вот, если говорить о том, каких выборов было больше, беспроблемных или сложных, таких вот, с учетом всех большевистских тенденций, были такие, там, в Омске раза три собирались, не могли выбрать, потому что там сложно, но в целом это показалось, что в принципе оно возможно, то есть голос адекватных членов церкви, клириков хотя бы, то есть это, так сказать, чтобы понимать, кто у тебя будет епископом, да, и мирян, это вот, то есть один из элементов соборности, да, который вот сейчас пока не работает. Это... Вот еще бы мне хотелось, потому что времени не так много, каковы, ну может быть, опять же, вы специалист же в области собора 18-го года, исследовали эту тему очень плотно. И, кстати говоря, что интересно, сколько там, в 15-м, по-моему, году, да, был, или в 16-м, напечатан уже нашим синодом документ об участии верных в литургии, то есть в 15-м, то есть вот постепенно, постепенно это возвращается. Может быть, вот какие-то есть еще важные темы темы или важные, как бы сказать, задачи, которые стоят в данном случае перед иерархией церкви по возвращению такой инкорпорации мирян, условно называемых, да, в соборности, да? Есть, конечно. Вопрос в том, насколько этот, как бы, ну, в верхах осознаем, что перед ним этот вопрос стоит. Вот. Ну, судя по некоторым движениям, которые сейчас есть, они, в общем-то, идут все-таки в этом направлении, скорее, да? Нет. Вот, например, даже хотя бы даже разукрупнение иерархии. То есть, понятно, что иерархия, когда она всем где-то за облаками, когда это просто, да, это, если уже Оригин в третьем веке писал про дальность, так сказать, тогдашних церковных, называемых, чиновников от народа, вот, то, да, тяжело у них было в третьем веке. Хорошо, что он живет на другие времена, когда он совершенно другие, доступные, так сказать, все епископы, вот, да, бескорыстные и прочее. Нам лучше, чем Оригин. Вот, и поэтому это уже намного ближе делает, то есть, мы это видим, даже вот, невооруженным взглядом по соседям, некоторым небольшим епархиям, когда действительно, ну, все-таки, даже просто в плане общения, в плане общения, в плане знания того, как живет пасла, потому что, ну, понятно, когда человек, там, 500 тысяч миллионов приходов, да, ну, то есть, понятно, как может епископ стать тем паслом, которому Павел вменяет заботиться о каждом пасома. Ну, как это вообще возможно? Понятно, что даже элементарно с размеров. Вот, а следующий шаг, когда епископ стал чуть ближе, стал чуть лучше знать, вот это их вовлекать. И здесь как раз, просто, я думаю, что одна из первостепенных задач вернуться к тому реальному епархиальному устройству, которое вообще, на самом деле, отработано собором. То есть, там, не думаешь, даже можно изобретать какие-то лишние, так сказать, колеса у этого велосипеда. Там есть документ о епархиальном управлении. В принципе, там достаточно гармоничные органы управления, соуправления. То есть, там, их пытались как раз вот соборности и иерархичности всегда как-то удержать и не упасть ни в один, ни в тот крен. И там, понятно, прямо было сказано, что все-таки епископ, да, это верховная паста, там, вот эта община. Но сказано, что он управляет в согласии и в единстве со своими, и клириками, и мирянами. Которое, это соуправление, оно не просто вот абстрактное, хочу их послушать, хочу нет. Оно законодательно оформленное и там в определенных институтах, так сказать, выражающиеся, структурированные. И они запланировали епархиальный совет широкий, с широкими полномочиями, в которые входили клирики и миряне, должны были входить. Вернее, епархиальное собрание. Это вот просто, как сказать, условно говоря, законодательный такой орган, крупный, широкий, с большим представительством тех и других. А на исполнительном уровне постоянно действующий епархиальный совет. Тоже, потому что понять, что ничего может один епископ, как вообще один человек может чем-то большим, так сказать, управлять. Мы понимаем, что без умения, так сказать, слушать, без умения в общении все это делать, без умения делегировать, конечно, это невозможно. По крайней мере, это будет что-то такое неповоротливое. И вот этот епархиальный совет правильно оформленный, там прям с квотами, сколько там клириков, сколько мирян, то есть проработанные эти вещи в собор были достаточно хорошо. Сейчас вот, только сейчас мы начинаем вспоминать, только издали недавно. Вот тот том, который я готовил, как раз содержит все документы эпохиального отдела. То есть в принципе, если пойти по пути, вот, понимаешь, это сразу не будет, потому что еще и активно, и мирян таких еще надо найти, активно. Мы говорили, прошлый раз о том, что сложно, это обоюдный процесс. Но если его не начинать, не идти, то само тоже ниоткуда ничего не вырастет. Отец Максим, у нас буквально две минуты, и я бы тоже хотел такой вот вопрос, ну, тезисный, может быть, покасательно осветить. А как вам кажется, язык богослужения не отделяет одних от других иерархию от не-иерархии? То есть нет ли такого ощущения, что, например, славянский язык, он является языком сейчас понятным только людям, кто оканчивал специальные учебные заведения, семинарии и так далее? Ну, вот просто как личное мнение. Как личное мнение могу сказать, да. Совсем жестко, прям, это было прям на уровне такой прям одного из явных, причем сознательных элементов коллекализации на Западе, где латынь вообще, ну, говорит, среднестатистический европейец, там еще в 19-м латынь, как бы вот только в 20-м веке, да, разрешили другие языки. То есть понятно, что это было прям, это специально удерживалось, все понимали, что так авторитет поддерживается, значит, иерархией, причем даже умные люди говорили, что, ну, лучше все-таки это сохранить, хотя бы в некоторых случаях, вот был такой немецкий выдающийся литургист, уже в 20-м веке, Ода Казель, и когда ему говорили, что, ну, он понимал очень многие вещи, он действительно говорил, что, да, за понятность, за участие, надо как-то вместе молиться, но когда говорили, что, ну, может быть, тогда, значит, вслух читает, ну, согласен все, кроме евхаристической молитвы, ее лучше на латыни и не вслух, пусть слушать не понимает, а то благоговение больше, то есть вот ощущение, искусственно создаваемое ощущение таинственности, даже, хотя он действительно серьезный литургист, действительно все понимает, человек через какую черту переступить не мог, он говорит, честно, я признаю, что, вот, конечно, да, но вот в одном месте я бы оставил, потому что так они будут больше понимать, что это тайна какая-то, что это вот будут более, а так все для них понятно и благоговения не будет. Это вот идея, что благоговение и понятность несовместимы, для меня вообще непонятная идея. То есть почему тогда она совместима у тех, кто понимает, а священник, они что, все обязаны терять благоговение сразу, да, там, по факту. Поэтому у нас, может быть, не настолько, как вот там, когда это просто язык, это профессиональный язык, латынь это вот, но здесь как человек, который в семинарском образовании всю жизнь, могу сказать, что не то, чтобы сильно разделяет, потому что, как вы сказали, Я хочу сказать, что нет. Спасибо, отец. А просто из этих клириков показали, что даже сами клирики далеко не все понимают правильно, по крайней мере. Иногда понимают, но не так. Ну, я почему этот вопрос задал, потому что в 18-м году это тоже обсуждалось. Русификация богослужения и делание его более понятным для людей, стоящих в храме. Ну, в общем, на сегодня наш эфир закончен. Я очень благодарен вам за то, что вы делили нам и время. И столь содержательно мы обсудили эти, считаю, актуальные, крайне важные темы. Спасибо вам. Завидим. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь.